Караул, караул, стволы в яблони покраснели, покрылись таким красным налетом. О, это, наверное, какая-то зараза, теперь все погибнет. Не волнуйтесь, дорогие друзья. Вот этот красный налет, это не что иное, как привычный всем лишайник. Ну, мы привыкли вот в таком виде его обычно видеть. Все это так называемые накипные лишайники. А что такое лишайник, давайте вспомним. Лишайник – это симбиотическое растение, то есть он состоит из гриба и водоросли. Да, вот так вот интересно, гриб и водоросль. Так, сейчас еще одно умудренное слово скажу. Лишайник – это так называемый эпифит. Что такое эпифит? Эпифит использует другое растение, которое называется форофитом в данном случае, просто как площадку для роста. То есть он не высасывает никакие соки, не берет питательные вещества, а просто вот он на нем растет. Не более этого. И лишайники практически не вредят нашим деревьям. Ну, за редким исключением, когда в очень влажных каких-то условиях под вот такими вот лишайниками просто немножечко подопревает кора. Но лишайники – хороший сигнализатор. Они сигнализируют нам о том, что с садом что-то не в порядке. Ну, во-первых, сад плохо обрезан, значит, много тени. В саду слишком влажно по каким-то причинам. Ну, и, как правило, особо хорошо себя чувствуют лишайники на слабо растущих ветвях. То есть, значит, вы плохо ухаживаете за деревом, неправильно соблюдаете агротехнику. Что делать? Ну, что делать? Надо начинать с того, что нормально соблюдать агротехнику, ухаживать за вашей яблоней, за вашим деревом. Ну, в принципе, если вы хотите просто почистить, ну, вот берете ножик обычный и просто вот так вот аккуратно счищаете. Кстати, не только из-за лишайника. Вот видите, здесь много вот такой отслабивающейся коры. Ее тоже, в общем-то, не мешало убрать как раз именно сейчас по весне. Так что вот так вот осторожненько чистим, счищаем. Что счистится, то и хорошо. Не счистится, но, в принципе, ничего страшного. Хотя можно было бы и применить химические средства. Там, например, 1% железный купорос. Он, конечно, убивает лишайник очень быстро. Но если вы не стали ухаживать за садом, лишайники вырастут опять. Ну, и в заключение такой маленький бонус. Обычно все-таки лишайники растут там, где хорошая экология. Поэтому, если вы не хотите ничего делать, ухаживать за садом, и лишайники вас не раздражают, ну, хоть пусть, так сказать, вас порадует, что у вас участок в хороших экологических условиях находится.